ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Раз, раз, два. Ребята, здравствуйте, здравствуйте, наши маленькие телезрители. Привет, привет. Давайте сядем с вами. Итак, ребятушки, давайте знакомиться. В гостях у нас сегодня Вова и Камила. Ребята, скажите, а вы знаете, как называется то место, где вы сегодня оказались? Семочная площадка. Ребята, вы оказались в стране безопасности. И сейчас я вам и нашим маленьким телезрителям расскажу, что это за место. Это такое удивительное место, где с вами никогда ничего плохого не случится. Мы с вами на протяжении 4 дней будем учиться правилам безопасной жизнедеятельности. И будем не только сами учиться, но и постараемся объяснить их нашим маленьким телезрителям. Это первый момент. И второй, ребята, очень приятный момент. Это конкурс. А это значит, что по истечении 4 игровых дней у нас с вами определится победитель, который получит главный приз. Тот же, кто проиграет без подарка, тоже не останется. Пора вам объявить тему нашего сегодняшнего соревновательного дня. Сегодня мы с вами будем говорить о вещах, которые окружают нас с вами ежедневно. И первый наш конкурс – это конкурс загадок. Ребята, кстати говоря, у нас в передаче этот конкурс считается самым легким. Но я так чувствую, что вы, соперники, будете очень серьезны, а поэтому я немножечко усложню это задание. Ребята, вам необходимо будет отгадку на мою загадку, на скорость принести, взять ответ правильно на своей доске, принести меня на скорость и назвать одно полезное свойство предмета, а одно опасное. Теперь расскажу вам немножко о расценках этого конкурса. Мы же зарабатывать будем с вами очки, фишечки я буду вам давать. За каждый правильный ответ я вам дам одну фишку. За скорость, кто быстрее принесет, будет еще одна дополнительная фишка. А тот, кто сможет назвать одно полезное и опасное свойство, получит еще целых две. Поэтому уже в первом конкурсе у вас будет прекрасная возможность заработать очень много очков. Хотя до этого у нас такого не было, это вот вам так повезло впервые. Так что старайтесь. Итак, понятно все условия? Хорошо, ребята, итак, читаю первую загадку. Слушайте ее до конца, потом быстренько бегите к доске, берете правильный ответ, приносите мне на скорость и называете свойства. Итак, слушаем, первая загадка. Он быстрее человека, перемножит два числа. В нем сто раз библиотека поместиться бы смогла. Только там открыть возможно сто окошек за минутку. Угадать совсем не сложно, что загадка про... Побежали! Про что загадка? Сто окошек там открыть возможно за минуту. И библиотека целая смогла бы там поместиться. Так, Вова принес. Камилочка. И Камила догадалась. Молодец. Ребята, что это изображено? Компьютер. Да, это компьютер. Компьютер. Так, Вова, какое... Подойди ближе. Присаживайтесь. Присаживайтесь. Назови мне, пожалуйста, какое полезное свойство ты можешь назвать компьютером? То, что там можно открыть всякие, например, важные новости, сведения, всякие нужные. Да, это очень хороший обучающий инструмент. Правда, Вова? Да. А какое опасное свойство мог бы ты назвать? Ну, может, ударить током, например, это первое. А второе, если не выключить, то может случиться из-за него пожар. Да, Вова, ты абсолютно прав. А если долго сидеть за компьютером, то можно испортить зрение. Правда, Вова? Молодец. Ответил на загадку правильно. Справился быстрее и назвал все свойства. Итого, а ну-ка, считай, сколько фишек ты заработал? А ну, четыре. Молодец. Камила, поняла правила. Теперь ты тоже быстренько соображай, о чем загадка. В загадке речь идет. И тоже отгадывай. Итак, Вова заработал четыре, и одну фишку за правильный ответ заработала Камила. Держи, Камил. Кладите. Итак, слушаем вторую загадку. Внимательно, слушаем до конца. Это тесный-тесный дом. Сто сестричек жмутся в нем. И любая из сестер может вспыхнуть, как костер. Не шути с сестричками. Тоненькими. Побежали. Тоненькими. Ну, Вова, ну, шустряк, Камила. Спички. Ты же имей в виду, что он очень шустрый. Ты тоже быстренько сорвалась, побежала, взяла. Спички, правильно, присаживайтесь. Ну-ка, опасные и полезные свойства. Опасное это то, что может, если играть со спичками, то может произойти очень большой пожар. Так, правильно. А хорошее то, что со спичками нам можно приготовить еду, чтобы не голодать. Молодец. Итак, Вова, ты снова заработал 4 фишки по максимуму. Молодец. Камилочка, я тебе рекомендую быть шустрее. Ну, тебе, я смотрю, немножечко дальше бежать, чем Вове. Поэтому ты, кроме того, что за правильный ответ фишку зарабатываешь, я тебе еще даю тоже за скорость. Так, слушаем следующую загадку. Справа дверца. Слева дверца. И бензиновое сердце. О чем речь? Ты посмотришь. О чем речь? О автобусе. Автомобиль, автобус. Так, хорошо. Полезное, опасное свойство? Опасное то, что если произойдет авария, может быть очень много ран, смертей. А хорошее то, что можно быстренько, например, домой добраться или куда-нибудь в магазин. Молодец. Да, нужно вам место, домчит. Да. Очень быстро. Ну и снова 4 отправляется в твою шкатулку. Ну, Вова, молодец. Камилочка тоже молодец, она все знает, тоже даю тебе. Итак, ребята, слушаем последнюю загадку. Он орудует так быстро, аккуратно, тонко, чисто, режет, режет все подряд. Фрукты, овощи, салат. На пилу чуть-чуть похож. Осторожно. Острый. Побежали. Ой. Камила умница. Его молодец. Это все доска. Так, помню, все, оставь ее в покое, сейчас мы ее поправим. Ну вот видишь, ты уже прям чересчур так стараешься, чуть не снес нам доску. А Камилочка молодец. Камил, о чем речь? О же. Правильно. Одно полезное, одно опасное свойство от тебя. А? Полезное то, что он может нам все разрезать, а то руками ломать невозможно овощи и фрукты. А плохое то, что им можно порезаться. Правильно, Камил, молодец. А что, у вас можно резать рукой, просто резать. Да, Вова, покажешь нам после передачи, как это получается. Так, тише. Так, раздача фишек. Камила умничка. Четыре фишки твои. Наконец-то. Вова, ты получаешь целую фишку за правильный ответ. Молодец. Итак, давайте посчитаем, сколько в первом конкурсе удалось заработать. Считайте. Считать уже умеете во втором классе. Кто быстрее? Вот так вот. Тринадцать. Точно, тринадцать. Точно. Так, Камилочка, у тебя? Девять. Девять. Хорошо. Камила девять, а Вова тринадцать. Ребята, у меня для вас еще есть один вопрос в продолжении нашего первого конкурса. Скажите, пожалуйста, мобильный телефон – это полезная вещь? Да. 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 Чем полезен этот предмет? Точно так же, как компьютер. Один телефон, можно заменить целый двухметровый телевизор. Вот так. Или компьютер. Конечно, телефон – это, ребята, что говорить, полезная вещь. Мы посредством телефона общаемся с вами, поддерживаем связь. Но, как и с любой вещью, с телефоном нужно уметь правильно обращаться. Я, конечно, сейчас имею в виду не то, что его нельзя бросать, ломать, а то, что нужно уметь правильно общаться, особенно с чужими людьми. И сейчас я хочу вас познакомить с человеком, который знает об этих правилах абсолютно все. Ребята, здравствуйте. 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 Меня зовут дядя Виталий. Вы, наверное, уже поняли, что я работаю в милиции. Сейчас практически у каждого человека есть мобильный телефон. Исключая разве что очень маленьких детей. Кроме этого, телефонный аппарат есть у каждого дома. Ребята, поднимите руки те, у кого дома есть телефон. У всех есть телефон, Лидия Виталик. А кто из вас уже пользовался мобильным телефоном? Его даже не опускает руку. Ребята, а вы знаете, что еще не так давно телефонные аппараты были дома далеко не у каждой семьи? А представить то, что можно идти по улице и разговаривать по телефону, у которого нет проводов, нельзя было даже и мечтать. Теперь я хочу задать вам простой вопрос. Какую пользу в опасных ситуациях может принести телефонный аппарат, как мобильный, так и домашний? Ребята, какую пользу в опасной ситуации может принести телефон, мобильный либо домашний? Позвонить родителям. Так, хорошо. Камил, а ты что скажешь? Возможность заработать фишку. Какую пользу может принести телефонный аппарат? По пользу он может принести то, что если пожар или что-то случилось, человеку плохо, то тогда можно позвонить и скорую вызвать. Правильно. В любую нужную службу нужно обратиться. Я кладу вам сама. Возьми-ка свою. Молодцы, ребятки. Слушаем дальше дядю Виталю. Ребята, многое вы сказали правильно. По телефону можно вызвать любую помощь. Пожарных, милицию и скорую помощь. Всегда можно предупредить друзей или родителей, но телефон полезен только тогда, когда по нему правильно разговариваешь. Сейчас я вам скажу, что нельзя говорить незнакомым людям по телефону. Запоминайте, эти знания помогут вам в конце программы и в финале. Никогда и никому не говори, что ты дома один. Если просят назвать адрес, не называй, проси перезвонить позже. Договариваясь о встрече с друзьями, назначай ее на время, когда в квартире будет еще кто-то, кроме тебя. Если тебя пытаются втянуть непонятный и неприятный разговор, положи трубку и сообщай обязательно родителям. Надеюсь, что эти правила не пригодятся вам в жизни, но помнить их нужно обязательно. До встречи завтра. Я желаю вам победы в игре и безопасности в жизни. Субтитры сделал DimaTorzok Если согласны с ним, поднимайте зеленую карточку. Если не согласны, поднимайте красную карточку. Ясно? Да. За каждый правильный ответ две фишки. Слушаем внимательно, реагируем быстро, потому что на скорость. Кто первый поднимет, тот и зарабатывает фишки. Итак, первое утверждение. По телефону незнакомым людям можно рассказывать все. Умничка, Камила. Две фишки. Твою копилку. Держи. Следующее утверждение. В разговоре с незнакомыми нельзя говорить адреса, свое имя. Опять, Камила, на долю секунды было быстрее. Молодец. Держи. Так, и последнее. Вова. Ну-ка, где твой азарт и скорость? Слушаем. Если меня пытаются втянуть в непонятный или неприятный разговор, я положу трубку и сообщу родителям. Ох, слушайте, я даже растерялась. Кто был быстрее? Одновременно, по-моему, да? Или кто-то был все-таки быстрее? Вместе, ребятки, молодцы. Значит, каждый из вас по две фишки. Слушайте, вы сегодня так много у меня фишек заработали. Молодцы. Держите. Давайте все-таки посчитаем, сколько по итогам первого игрового дня удалось вам заработать. Итак, Вова 16, Камилочка 16. Ребятки, молодцы. Я же говорила, сильный соперник. Итак, ребятушки, прощаемся с вами до завтра. Готовьтесь к нашей встрече завтрашней. Ребята, до встречи в стране безопасности. До свидания. Пока-пока. Одежда для ведущей предоставлена магазином женской одежды «Бурвин», проспект Ленина, 51.